Добрый день, дорогие мои! В эфире из-за студии имени Степашкина и ее преподаватель Вишнякова Татьяна Викторовна. Сегодня мы открываем новый цикл мастер-классов, который условно называется «Цифровое искусство». Так как я довольно давно работаю в фотошопе, я нашла несколько интересных способов перевода фотографий, каких-то изображений. Из 3D-картинки в легкие воздушные акварельные скетчи. Перевод этот происходит достаточно простыми способами. То есть вот такой рисунок, имитирующий графитный карандаш, распечатывается на зернистом торшоне. И дальше вручную наносятся вот такие акварельные растяжки. Сейчас на мониторе я вам постараюсь объяснить, как я это делаю. Это очень пригодится при создании различных новогодних открыток, каких-то сложных городских пейзажей. Или, допустим, если вам заказывают какую-то военную технику со множеством различных гусеничек, деталей, каких-то лючков, вертолетов, самолетов и так далее. Итак, поехали. Вы делаете с любого изображения, с экрана, прямо в компьютере, обычный скриншот. И создаете в фотошопе новый документ. Автоматически по умолчанию у вас вот здесь вот в графе пикселя будет стоять разрешение вашего монитора. Вы нажимаете ОК, нажимаете Ctrl-V галка, и ваше изображение помещается в формат документа, в формат фотошопа. Значит, дальше, соответственно, допустим, я задумала сделать вот такую вот контурную распечатку на А4 формате. Что мне для этого нужно сделать? Я иду в изображение, опция размер изображения. Я ставлю вот здесь вот 300 пикселей на дюйм. И я задаю размер документа в миллиметрах примерно, значит, ширина 297. То есть, это ширина листа А4 формата для моего принтера. Нажимаю ОК. Нажимаю Ctrl-0 для того, чтобы изображение видеть на мониторе целиком. Далее я иду в изображение и нажимаю размер холста и указываю в миллиметрах, что его высота по А4 формату должна быть 210 миллиметров. Нажимаю ОК. Значит, вот передо мною появляется так называемый готовый их лист. Теперь смотрите, опции фона я пока временно присваиваю двойным кликом. Назначаю его слоем для того, чтобы иметь возможность этот слой редактировать. Шаг следующий. Значит, наша задача для будущего акварельного эскиза убрать весь посторонний фон от объекта. Сейчас я это делаю инструментом перо. И посмотрите, я специально сейчас не использую графический планшет. То есть, я делаю довольно грубую и быструю обтравку мышкой. То есть, это возможно сделать даже начинающему полиграфисту, у которого, допустим, отсутствует графический планшет. Так вот, мы достаточно грубо обрисовываем путь. Вот кликая, да, вот так вот, перышком, значит, по границе танка. По границе танка. Я специально сделала вот такой вот желтый курсор. Конечно, им, ну, мягко говоря, обтравливать не очень удобно. Вот, но я как бы постараюсь, чтобы желтый курсор просто вам был виден на видео. Так, значит, обтравливаю достаточно грубо, даже как бы не присматриваясь особенно к границам изображения. Здесь это не принципиально важно. Нам самое главное убрать шум фона. Вот мы замкнули путь. Значит, посмотрите, когда он замкнутый, точки на нем исчезают. Идем в опцию контур и назначаем ему обязательно имя двойным щелчком. И дальше вот здесь обратите внимание, значит, внизу присваиваем нашему контуру. Вот здесь даже всплывают подсказочки опцию выделенной области. Вот у нас побежала вот такая бегущая строка. Дальше мы делаем выделение инверсия. И нажимаем delete. То есть вот, соответственно, мы наш будущий танк, ну, очистили от фона. Дальше можно вернуть слою background. Это делается вот, выполнить сведение. Кликнули. И теперь можно нажать ctrl-d и наше выделение убирается. А теперь мы возвращаемся на тулбар, на стрелочку. И дальше делаем изображение режим обесцветить. Shift-Ctrl-U. Мы просто обесцвечиваем наше изображение. Но обратите внимание, то есть пока вот режим RGB мы не меняем. И дальше мы стараемся максимально ему повысить контрастность. Но чтобы, конечно, у нас как бы до конца наши маленькие детальки, они все-таки не исчезли. Вот. Нажимаем окей. И сейчас важно, чтобы у вас документ находился в режиме RGB. Потому что мы идем в галерею фильтров, которая работает только в этом режиме. Вот. И посмотрите, что происходит дальше. Значит, в галереи фильтров мы открываем... Сейчас я его найду, секунду. Фильтр свечения краев. Мы его нажимаем. Мы его нажали. И здесь, конечно, опции. Вот посмотрите, они меняются. Они меняются. И они очень индивидуальные для каждого изображения. Потому что у всех там фотографий, картинок, рисунков у них разное качество. Вот я поставила линия краев 2. Да, потому что большее значение, оно как получается слишком размытое. Где-то 1-2. Яркость краев... Что-то здесь вот у меня значочек планшета. Что-то закрыл все. Яркость краев семерочка. Смягчение шестерка. И нажимаем ОК. Вот. Пока наше изображение такое немножко стройненькое. Теперь мы опять возвращаемся в режим коррекция. Изображение коррекции. И опять... А, и нажимаем инверсия. Ctrl-I. То есть у нас изображение инверсируется. Но вот я смотрю, как бы по ощущениям, оно пока что-то все равно какое-то немножко грязноватое. То есть вот эта вот акварель, которая будет наложена, да, она станет мутной из-за этого шума. И поэтому я иду фильтр. Усиление резкости. Усиление резкости. Так. И еще раз. Шум. Усиление резкости. Резкость на краях. И последнее. Я немножечко повышаю яркость. И немножко повышаю контраст. Вот. И дальше, чтобы придать вот этому контуру все-таки более мягкое ощущение графита, я нажимаю Ctrl-U и немножечко, немножечко повышаю яркость. И вот наш контур, как бы вот видите, он слегка обесцвечивается. То есть он становится не ядреным черным, не ядреным, а таким более серым графитовым. И далее, соответственно, я отправляю этот кадр, уже подготовленный чистый А4 формат, на свой принтер, на печать. Вот. Можно еще сделать предварительно, если вам важно, чтобы была печать именно черно-белая, можно документу перевести режим градации серого. Так. И кликаем. Отменить. Вот. А теперь у нас, вот посмотрите, вот здесь вот выставилась градация серого. И, соответственно, теперь ваш домашний принтер, когда вы выставите, значит, параметры печати, ну, правильного размера, да, А4 формата, окей. И, да, вот у вас получится ровно тот размер эскиза, который вам нужен. Ну, на печать я уже отправлять не буду, потому что у меня уже, как бы, распечатка подготовлена. Вот. Значит, что еще, какие рекомендации по печати? Первый вариант обязательно распечатайте просто на каком-нибудь бэушном листочке, чтобы понять яркость, да, то есть подойдет ли вот это вот в качестве карандашного рисуночка, там, танка, вертолета, самолета, сложного здания. Вот. И только потом печатайте на акварельный торшон хорошего качества, чтобы просто не запороть чистый лист. Вот. Ну, смотрите, в этом видео я уже не буду показывать, значит, как я вот этот эскиз расписывала цветом, да, но здесь прием очень простой, то есть здесь сначала формируются вот эти бледные заливочки, вот, едва заметный голубой, зеленый, а потом чуть поярче прописывается танк сам. И дальше третьим, четвертым слоем акварели уже формируются вот эти самые темные детали композиции. В принципе, ничего сложного. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Всего хорошего. Продолжение следует...